Константин Ефимович Скурат Заслуженный профессор и старейший преподаватель Московской Духовной Академии Доктор церковной истории Константин Ефимович, сейчас семинария сильно изменилась И жилищные условия изменились, и бытовые условия И, быть может, наши студенты не вполне понимают, насколько это важно И не вполне ценят то, в чем они сейчас живут Если можно было бы несколько рассказать о том, какой была ежедневная жизнь семинариста В то время, когда вы учили в семинарии в Академии Отец Павел, если сравнивать условия, которые были в семинарии Минской И вот всеми условиями, которые здесь мы видим То, пожалуй, не поверят теперешние студенты Что мы вот в таких условиях могли учиться, работать И причем работать по-настоящему Даже если вот тот труд, который мы несли тогда В очень суровых условиях Сравнить вот с тем, как они сейчас трудятся Я думаю, тоже не в пользу будет сегодняшних студентов Может быть, я, конечно, последнее преувеличиваю Потому что сейчас, конечно, студенты Многие очень трудятся плодотворно Но им в этом очень помогает техника А тогда все Ручками 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 У нас не было электрического света В семинарии И мы занимались при коптилках Которые изготавливали сами в домашних условиях Эти коптилки мы привозили в семинарию Ставили их на столах И вокруг этих коптилочек и собирались наши братья И вот до сих пор я помню И прекрасно помню Даже, так сказать, зрительно представляю Как один из моих собратьев Нашел гильзу от снаряда Ее расплескал И сделал широченный фитиль И его зажег Знаете, приносил этот снаряд Вставил на столе И вокруг него, знаете, собиралась Наша дружная студенческая семья Или братья В свою очередь Я твороговое на что, так сказать, ухитрился На данном случае Чтобы усилить свет Я, значит, нашел немецкую гранату Вот такую с ручкой Знаете, вот такие с ручкой Ручку эту, конечно, вывинтил Там каким-то образом Значит, это Все остальное Выкинул Да Тол этот выковырял Оттуда И поставил Четыре трубочки Знаете В этот снаряд В этот Вот В этот корпус В этот корпус, да И таким образом Четыре раза Я увеличил свет И вот с такой коптилочкой Я приехал В семинарию Поставил И себе освещал Центрадку И одновременно Пользовались этим светом И другие И только к концу Семинарии Это уже, значит, к концу 51-го года У нас Появился Движок Который вырабатывал электричество Ну, и всегда Как только он вечером заработает Все, конечно, ликовали Что сейчас у нас будет свет Но он то работал То стоял И последний было больше Чем первые Поэтому коптилочки Нас вот эти сопровождали От начала Семинара И до конца Это вот Одна страна Другая Аудитории были очень тесные Маленькие А на аудитории Вообще не отапливалось И если вы были В Жировицах Посещали Собор Свято-Успенский Не были, да Но надо вам съездить Как, знаете Проректору И тем более Руководителю наукой Вам непременно Она съедет туда Посмотреть Тем более Что там, конечно, условия Такие На которые мы можем Стараться равняться Или, так сказать Или подражать Им Как это у них сейчас есть Но это Только сейчас А тогда Картина была совершенно иная Так вот Аудитория была В одном из коридоров Этого собора Там прямо, так сказать Такой длинный коридор По которому Эти студенты шли В храм Он не отапливался Да И мы вынуждены были сидеть В этой аудитории Вот зимой В валенках В тулупах Но самое трудное было Выберечь от холода Голову Собор Шапку не оденешь Так Не положено А голова мерзнет Да еще, знаете Приказано было В одно время Нам всем Постричься Наголо То есть Прическа была Совсем холодно Да, вот такая Как у меня сейчас Вот представьте себе Сидеть на улице А тогда были морозные Зимы Сейчас не поймешь Что делается в природе А тогда зимы были очень холодные Мерзла голова И мы ухитряли Что делать Брали платочки Вот И вот эти платочки Повязывали на голову Только таким образом Вот Спасались от того Что мозги у нас Продолжали Как-то Работать И вот Я вспоминаю Как Да А там Значит Внизу Ну вот Коридор Был А дальше Были ступеньки Которые вели В храм Наверху этих ступенек Обычно Становился Приводаватель Чтобы ему Видеть всю Аудиторию Аудиторию Коридор Длиннейший был А для того Чтобы Видеть всех Даже соответственно Приводаватели Поднимались На какую-нибудь ступеньку Я помню Выше всех Поднимался Дмитрий Петрович Агитский Он очень любил Стоя Считать В частности Греческий язык Он преподавал Древнегреческий язык Да И он тоже самое Так это Со своей прической Такой же Какой вы его знаете Верно помните Здесь Вы ведь Знаете Я помню фотографии Но конечно Жилого не застал Вы совершенно Юноша Отец Павел А так это Кажется было Недавно И вот так Мы слушали лекции Очень трудно Было записывать Потому что Руки Норзли Невозможно было Мы даже Одевали перчатки В перчатках Руки замерзали А в перчатках Писать Согласитесь Не очень легко В спальнях Очень было тесно Тоже Одна была Спальня Такая На которой Можем даже Следу сказать Она Располагалась В крипте Бывшего костела То есть В таком месте Где Раньше Ставили покойников Известной причиной Потому что Заморозки никакой не было А там холодно Там холодно Да Ну для того чтобы Конечно Мы Не стали Тоже самое Тем же Когда-то Ставили Поставили посреди Этой спальни Буржуйку И ее топили Беспреривно День и ночь Ну конечно же Не было Такого холода Страшного Но возле Буржуйки Климат был Тропический А по стенам Холод Был и Знаете Такая Мертвящая Какая-то Такая вот Обстановка Вот Моя кровать Была Возьми Стили К сожалению Там я Замерзал Но правда Зато там Более было Уютно Потому что Как-то в сторонке И самое Конечно Но плохое Было то Что Трубу Они провели Вот этой Буржуйки Через Выходную Дверь Потому что Я не знаю Почему Может быть Не разрешили Это делать Или может быть Не в дом Не пробили Дополнительно Дырки Чтобы вывести На трубу Пошли По линии Меньше Сопротивления И на стыке Холодного И теплого воздуха Был конденсат Да И постоянно Какая-то Капала Черная смесь Знаете Деготь Да Которая Непременно Должна была Капнуть На того Кто Туда заходил Или выходил Пройти Мимо того Чтобы до себя Не попала Эта капля Было очень трудно Я помню У меня была Какая-то Какая-то Какой-то Халат В виде шинели Он весь был Похож На зебру На зебру Да Вот такие были условия Здесь Когда мы приехали Конечно Я почувствовал Что я приехал В другой мир Здесь Конечно По сравнению С тем Что было там В семинаре Ну и другое Я много Мог бы вам Рассказать О таких вещах Которые Конечно Были очень Трудные Для нас Условия были Очень трудные Питание Питание И на какие условия А может быть Я иногда думаю Что может быть Вот эти условия Создать Да Я бы этого Конечно Не хотел Но просто Я хотел Понять Что вот эти Может быть Условия Они Знаете Организовывали Мобилизовывали Людей Правда Знаете Еще Тут имела Еще Вот какая Страна В 1947 Году Пришли В семинарии Люди Все Ополетные Войной Огнем Военным Все То есть Ни одного Человека Не было Который Бы Не знал Что такое Война На нашем Курсе Были Фронтовики Партизаны Бывшие Так Учителя Советских Школ Знаете И Все Остальные Кажут Тоже Так Или Иначе Испытали У них У всех Был большой Жизненный Обыд Да Совершенно Верно Они Прошли Через Горнив Разных Испытаний Страданий Знали Что такое Труд Что такое Голод И вообще Что такое Война Я до сих Пор Когда Вспоминаю Войну То всегда Говорю И молюсь Господи Посылай Что угодно Нам Но только Сохрани Нас От войны Многим Можно бы еще Говорить О том Каким Мы трудности Но Когда мы Приехали сюда В Московскую Духовную Академию Конечно Перед нами Простала Картина Другая Прекрасные Тангитория Чистенькие Свет Тепло Не такая Теснота Была Как у нас Там Семинарии Хотя Тоже Было Честновато Вот Я помню Что В нашей Спальне Было Не менее 25 Человек Так Спальни Располагались Под Чертогами С южной Стороны С южной Стороны Была Академия А с северной Семинария Южная Страна Считалась Более Такой Комфортабельной Более Подходящей Более Светлой Поэтому Тут Значит Приверегированно Размещали Студентов А там Воспитанников Семинарии Потом Заметьте У нас Было Очень строго Деление Студенты Академии Воспитанники Семинарии И это Не случайно Это имело Такое Вот Большое Значение Потому что Семинария Должна Не только Давать знания А именно Воспитывать Человека Ну Академия Тоже Должна Воспитывать Должна Самедно Но все Таки Вот Как-то За семинарием Оставалось Вот Это То Название Которое Действительно Отвечало Существом Тела Ну так Здесь Конечно Много Было Лучше Но Была Теснота И в аудиториях Была Теснота Была Теснота В спальнях Была Теснота И в аудиториях Потому что Весь курс Был В одной Аудитории Сейчас Приходишь Вот Свидетели Так Давшие И операторы Да Пришли бы На второй Курс Академии А там Я не знаю Человек Восемь Девять Так это Присутствовало Может даже И этого Не было А тогда Полный курс Был Во мной Аудитории И поэтому Конечно Было Чесновато Того Простора Не было Да И Такого Как сейчас Когда три Человека В спальне Или четыре Никто Никто Об этом И мечтать Не мог Продолжение следует Продолжение следует...